Тахини, хумус и дука. Эти три восточные приправы я иногда использую для того, чтобы сделать некоторые блюда еще вкуснее, чем они есть. Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт и сегодня я покажу, как я готовлю три приправы, которые станут той самой изюминкой в ваших блюдах. Первый рецепт – кунжутная паста тахини. Тахини редко употребляется сама по себе. Вкус у нее очень специфический, для нас во всяком случае. Но совсем чуть-чуть этой приправы добавлены, например, в соус или заправку для салата, вносит новые оригинальные нотки во все блюдо в целом. А еще она является обязательным компонентом другой приправы, про которую я тоже расскажу сегодня. Для приготовления тахини нужно сначала обжарить 100 граммов кунжутного семени на сковороде без масла. Обжариваю кунжут на умеренном огне, постоянно помешивая, пока он не станет золотисто-коричневым. Это происходит довольно быстро. Затем сразу же горячий пересыпаю в чашу измельчителя. Пробиваю сначала до образования крошки пару минут. Начинаю добавлять масло и продолжаю пробивать. Масло добавляю по чуть-чуть, не больше одной чайной ложки за раз. Нужно просто помочь кунжуту начать выделять собственное масло. Всего у меня уходит не более полутора-двух столовых ложек оливкового масла. Пробиваю до тех пор, пока смесь не превратится в пасту. По густоте она должна напоминать сметану или сгущенку. Теперь солю щепоткой соли и добавляю одну столовую ложку лимонного сока. В последний раз включаю блендер, уже чтобы просто смешать. И тахини готовы. Из этого количества кунжутного семени и получается баночка где-то 100 миллилитров. Храню я ее в холодильнике. Стараюсь использовать в течение месяца. В заморозке она не поддается, все-таки это растительный жир. В тахини готовится другая приправа или даже закуска – хумус. Хумус – паста или паштет из нута, турецкого гороха. Он может быть как самостоятельной закуской, которую едят просто хлебом, а может использоваться как дип, в который окунают свежие овощи, как намазка на бутерброды и как заправка для салатов. 100 граммов сырого нута, заранее заливая водой так, чтобы она покрыла его на 3-5 сантиметров. Ставлю в холодильник на 6-8 часов, при комнатной температуре его лучше не оставлять, горох склонен к брожению. По прошествии времени воду сливаю, заливаю чистую, опять также на 3-5 сантиметров выше уровня нута и ставлю вариться. Когда вода закипит, снимаю образующуюся пену. Затем варю на умеренном огне под прикрытой крышкой в течение часа. Нут должен стать мягким. Воду сливаю, но обязательно оставляю примерно 1 стакан. Нуту даю остыть до комфортной температуры. Кладу в измельчитель, добавляю нарезанные на кусочки 2 зубчика чеснока, наливаю третью часть стакана нутового отвара и начинаю пробивать. Сначала получается очень густая смесь. Счищаю ее со стенок чаши, снова наливаю отвар и так продолжаю измельчать, пока не получится однородная паста по консистенции, похожая на густое картофельное пюре. Теперь добавляю растительное масло. В зависимости от густоты пюре его уходит от 50 до 100 миллилитров. Кладу 2 чайные ложки кунжутной пасты тахини, 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку молотой паприки. Еще раз все хорошо пробиваю, чтобы смешать и хумус готов. Это самый простой базовый вариант хумуса. На самом деле их существует множество с разными дополнительными ингредиентами. Все количество хумуса я делю на три части. Одну кладу в баночку и убираю в холодильник, где он хранится не более 5-7 дней. Остальное замораживаю. Заполняю контейнер хумусом на две трети их высоты, так как при заморозке он расширяется и нужно оставлять пустое место, чтобы крышка не открылась. А на поверхность наливаю растительное масло, чтобы образовалась пленочка и хумус не менял своей консистенции. И третий рецепт фисташковая дука. Дука вообще это смесь молотых орехов и пряностей. Дука по-египетски готовится с фисташками и это одна из моих любимых приправ. Дуку можно добавлять в салаты и любой, даже самый обычный салат с ней становится еще вкуснее. Но лучше всего она раскрывается в горячих блюдах. Очень нравится посыпать ей картофель по-деревенски. С дукой он из обычной картошки превращается в очень вкусный и ароматный картофель. На сухую сковороду насыпаю 50 граммов очищенных фисташек, полторы столовые ложки кунжута, полторы столовые ложки семян кориандра, полторы столовые ложки кокосовой стружки, одну чайную ложку зиры, одну чайную ложку черного перца горошком. Обжариваю на умеренном огне, постоянно помешивая минут 5. Смесь должна потемнеть. Снимаю с плиты и даю ей полностью остыть. Только когда она остынет, пересыпаю в чашу измельчителя и пробиваю до состояния крошки. Очень важно, чтобы смесь остыла, иначе она выделит масло и не будет сухой и рассыпчатой. По желанию можно посолить. Готовую дуку пересыпаю в баночку и храню в холодильнике. При комнатной температуре орехи могут прогоркнуть. В прохладе она может храниться до полугода, но поверьте, так долго она не пролежит. Попробуйте, это очень вкусно. Вот такие небольшие изюминки из Ближнего Востока помогают мне на кухне. Делаются они несложно, хранятся долго и с ними блюда становятся вкуснее. А более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на Ютуб, на Рутуб и в Телеграм. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео или в профиле. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!